Парк Опареньки, несмотря на то, что открылся относительно недавно, уже стал излюбленным местом отдыха ведновчан. Чем не применули воспользоваться и врачи. Летом домик для проката лыж пустует, чего же пропадать добру, решила администрация округа и предоставила помещение специалистам ВРКБ. Сегодня здесь единый день диспансеризации. Также сегодня можно здесь вакцинироваться от COVID-19 и от гриппа уже началась вакцинация. Многие с утра приходят и на прогулки, кто-то спортом занимается. Пришли, прошли диспансеризацию, кто-то вакцинировался и дальше пошли отдыхать и заниматься спортом. Сегодня у жителей был еще один повод посетить Опареньки. Здесь прошла встреча врачей, представителей администрации и социальных служб с гражданами. Подобное общение стало уже традиционным, а теперь и более комфортным. Беседа прошла на свежем воздухе. Мне нравится то, что наши встречи продолжаются, особенно формат наших встреч, особенно то, что мы ориентировались на эти встречи в таком формате, чтобы это были все вопросы, которые интересуют, без всякого отсева, без всякого какого-то редактирования. И в вопросах на таких встречах действительно звучит немало. Руководство Видновской районной клинической больницы уже давно ведет политику информационной открытости. Люди спрашивали, почему так трудно попасть к терапевту. Большие очереди, и нет терапевта в горках ленинских. По статистике ковид пошел в рост. У нас, если в июне у нас было за неделю 56 случаев, там 26 даже было, когда-то очень было мало, то сегодня, за прошлую неделю, тысяча. Часть терапевтов в действительности была выведена с приемов на вызывную бригаду для обслуживания ковидных наших пациентов, которые сегодня болеют. Пригласили на встречу и представителей Ленинского управления социальной защиты. Заместитель заведующего отделом обеспечения социальных гарантий Светлана Запкова рассказала, что теперь встретиться с представителями управления стало еще проще. Мы теперь постоянно ведем прием в здании МФЦ на школьной 77, второй этаж, четвертое окно. Там сидит не сотрудник МФЦ, там сидит наш сотрудник соцзащиты по графику. Мы меняемся, бывают там сотрудники по детским пособиям, по ЖКХ. А если они не могут дать какой-то ответ, записывают ваши данные, передают профильному сотруднику. Чтобы попасть на подобную встречу, не нужно заранее записываться, вход свободный. Особенно такой формат общения пришелся по душе старшему поколению. Здесь и социальная сфера, и медицина, и профсоюз, то есть и администрация нашего города, куда мы напрямую можем обратиться. Поэтому вот такие вот встречи очень хороши. Подобные встречи на свежем воздухе будут проходить и впредь, пока позволит погода. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова